Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFuture, с вами я, Кира Юхтенко. Поговорим про саммит G20, который начинается завтра, обсудим новости по дивидендам нефтяных компаний, ну а также поговорим о том, почему российские брокеры массово подают лицензии на разморозку активов. Китфинанс тоже присоединился к этой плеяде. Ну что ж, поехали! Начнем с глобальных событий, и это, конечно же, саммит Большой Двадцатки. Сейчас он пройдет, я напомню, 15-16 ноября на прекрасном острове Бали в Индонезии. Ну и напряженность в мире сейчас, конечно, очень большая. На саммите встретится много сторон разнообразных конфликтов. Наверное, не стоит рассчитывать на то, что какие-то из этих конфликтов будут разрешены, потому что слишком уж сложные и тупиковые ситуации сейчас возникают, но все равно мероприятие в глобальном масштабе, конечно, очень важное, потому что там будут задекларированы многие вещи. Уже сегодня прошла у нас встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня, американского и китайского лидеров, и там было сделано несколько довольно любопытных заявлений. Во-первых, Джо Байден обратился к Си, цитата, «Я считаю, что мы несем общую ответственность за то, чтобы показать, что Китай и США могут справиться с нашими разногласиями, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы совместной работы над неотложными глобальными проблемами, которые требуют нашего взаимного сотрудничества», заявил Джо Байден. То есть, ну такая, в общем-то, очень даже примирительная речь. И Си вроде бы не против, и тоже он там как-то кивает, но с другой стороны надо понимать, что между США и Китаем сейчас стоит целый ряд проблем. Самая горячая из них – это, конечно же, Тайвань, потому что очень многие политические аналитики считают, что именно Тайвань может стать самой больной геополитической точкой 2023 года. И даже то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, может показаться, в общем-то, даже не самым главным в этом контексте. И Си Цзиньпин вот что говорит по этому поводу своему другу Джо. «Независимость Тайваня невозможна. Любой, кто стремится отделить Тайвань от Китая, будет нарушать коренные интересы китайской нации». Ну, то есть очевидно, что цель вот этих вот переговоров, этой встречи не в том, чтобы достичь каких-то решений, а в том, чтобы скорее задекларировать и понять приоритеты обеих сторон. А расхождение в этих приоритетах, конечно, достаточно большие. Ну, и еще в июле, когда США и Китай разговаривали о Тайване, стороны не хотели отступать от своих принципов. А сейчас Си Цзиньпин еще только больше укрепил свои позиции во власти, поэтому надеяться на какое-то смягчение в этом вопросе явно не приходится. Скорее наоборот. И рекомендую держать это в голове. Следующий момент, что там по поводу России. Ну, вы помните, что президент Путин все-таки не едет на саммит Большой Двадцатки. Зато туда едет Мария Захарова и Сергей Лавров, которые, как мы сегодня узнали, все-таки находятся в добром здравии. Ну, и, конечно, Россия одна из центральных тем в текущей ситуации. И, например, вот как пишет издание «Политика» итальянская, власти Индонезии призывают страны G20 быть более гибкими в критике России. Ну, тут хочется подчеркнуть, что «Политика» это итальянское издание, которое неоднократно уже было замечено в такой некоторой пророссийской риторике. Так что, в общем-то, неудивительно. При этом британец Риши Сунак сказал, что западное сообщество в Большой Двадцатке будет работать против России и Китая. И важно дальше создавать региональные альянсы. То есть это, по сути, продолжение вот этой политики, как бы разделения мира, отхода от глобализации, разрушения цепочек поставок, усугубления энергетических проблем и так далее. При этом, значит, Мария Захарова сказала, что Россия намерена заявить о готовности оставаться надежным поставщиком продовольствия и ресурсов. Удивительно, конечно, это все. Ну, что хотелось бы особенно отметить. То, что накануне саммита Большой Двадцатки в Инкаре прошли какие-то очень загадочные переговоры между Россией и США. Дмитрий Песков их сначала отрицал, потом все-таки признал и сказал, что переговоры состоялись по инициативе США. Что там обсуждалось? Чья была, на самом деле, инициатива и так далее. Никто, конечно, не знает и, возможно, не узнает. Но в целом это очень интересная тенденция, потому что какие-то вот эти загадочные встречи между сторонами проходят в последнее время уже не первый раз, судя по всему. Ну, и складывается ощущение, что, возможно, Россия и США все-таки ведут какую-то подготовку к тому, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной, потому что, ну, опять же, ходят слухи, мы ничего не знаем, но ходят слухи, что Россия-то к переговорам, кажется, в последние недели уже готова. Но не готова теперь страна украинская. И, с другой стороны, мы понимаем, что украинская страна достаточно сильно зависит от поддержки западных стран. И вот как бы совершенно непонятно, как здесь дальше ситуация будет развиваться. Но, наверное, в любом случае какой-то диалог между Россией и США лучше, чем отсутствие диалога, поэтому будем здесь ждать новостей. Теоретически, если смотреть на это с точки зрения такой прозаической, инвестиционной, рациональной, то вот эти вот новости о переговорах России и США могут стать неплохим драйвером для роста российского рынка вместе с остальными признаками оттепеля. Например, то, что компании стали публиковать свои отчеты, хотя и урезанные, но все-таки они стали появляться. И так далее, и так далее. То есть кажется, что наступил какой-то период более мягкий, хотя это может оказаться иллюзией. Идем дальше. На самом деле, большая двадцатка тема огромная. Не буду тратить на нее слишком много времени сегодняшнего выпуска. Но скажу лишь, что также будут обсуждаться вопросы, касающиеся зерновой сделки. И вроде как планируют обсуждать ее продление на год. Ну и кроме того, Саудовская Аравия тоже, естественно, там присутствует. И британский премьер будет встречаться с саудовским принцем и, возможно, обсуждать какие-то долгосрочные контракты на покупку саудовской нефти, чтобы заменить нефть российскую. То есть Саудовская Аравия и Россия могут почувствовать между собой более сильную конкуренцию за рынок. Это все, конечно, фантастически интересно. Но, в общем, будем следить за событиями. Вы знаете, что у нас есть прекрасный новостной проект в Телеграме IFNEWS, где наша команда новостников, аналитиков, журналистов будет все эти события освещать. Ссылочку на IFNEWS я оставляю в описании. Завтра, послезавтра будут насыщенные новостями Дани. Заговорила немножечко про арабские страны и продолжу эту тему. Мы тут в рамках нашего проекта «Без границ» проводим вебинар о том, как перебраться жить в Дубай, в Арабские Эмираты, не открывая при этом там бизнес. Потому что на самом деле Дубай – страна для многих заманчивая. Почему? Потому что там действительно фантастические налоговые льготы для бизнеса. Можно не платить налог на прибыль, при этом пользоваться всеми государственными преференциями и сервисами. Но попасть туда дорого. Бизнесмен, чтобы получить золотую визу, должен зарабатывать 272 тысячи долларов в год. Ну и также можно получать ее за инвестиции в недвижимость от 540 тысяч долларов. Но понятно, что не для всех такой порог входа является подъемным. И не все имеют такие же возможности, как Павел Дуров, который перевез свой бизнес в Эмираты. И вот мы делаем вебинар как раз-таки для тех, кто хочет переехать в Дубай, кому хочется оказаться в этой движухе. А очевидно, что Дубай сегодня это одна из технологических столиц мира. Но при этом нет пока еще большого бюджета. Вы только хотите его заработать. Мы будем говорить о том, как легально оставаться в УАЭ, как перевести в страну деньги, ну и как обустроиться на новом месте. Эфир пройдет 16 ноября в 18.00 по Москве. Ссылочку оставляю в описании к этому видео. Очень рекомендую всем, кто хочет влиться в международную экспатскую тусовку, прийти и послушать, как сделать это, если ты еще не миллионер, но хочешь с такими людьми общаться и дружить. Вы, кстати, не удивляйтесь, что мы на безграниц покрываем самые разные страны. Это нормально, потому что мы как раз-таки делаем сейчас циклы эфиров с экспертами по релокации в разные точки мира, чтобы разобраться, получить широкую картину. Потому что мы понимаем, что сейчас для многих людей как раз-таки важно собрать как можно больше информации, чтобы потом принимать какие-то решения о том, что дальше делать со своей жизнью, если по какой-то причине хочется перебраться в другую точку мира. Давайте говорить будем с вами дальше и коснемся темы криптовалют, потому что было сегодня очень интересное высказывание от главы биржи Бинанс, тот самый глава биржи Бинанс, который фактически утопил своего конкурента площадку FTX и спровоцировал огромный кризис на крипторынке на прошлой неделе. Что говорит глава Бинанс? Мы формируем фонд восстановления отрасли, чтобы помочь проектам, которые в остальном сильны, но переживают кризис ликвидности. Более подробная информация появится в ближайшее время, криптовалюта не уходит, мы все еще здесь. Ну, высказывание довольно высокопарное, но это, конечно, все звучит действительно удивительно, потому что начинает ходить все больше слухов о том, что Бинанс просто топит конкурентов, ставит их в невыгодное положение, потом планирует как можно больше проектов по дешевке выкупить и стать доминирующей силой на рынке, то есть, по сути, его централизовать. И действительно понятно, что там вместе с крахом FTX, скорее всего, оказалось еще очень много криптокомпаний зараженными, потому что FTX это компания, на которую огромное количество других проектов было завязано. Нам еще предстоит оценить ущерб от вот этой всей истории, и именно поэтому, конечно, тенденция очень интересная, возможен такой масштабный передел сил на криптовалютном рынке, ну и, в общем-то, получается, что сейчас крипта, помимо того, что есть жесткие макроэкономические условия, которые, конечно, ее давят, там центробанки повышают ставки, это плохо для крипторынка, крипторынок любит, когда много дешевых денег, тогда они туда идут. Но одновременно с этим, конечно, рынок переживает еще и внутренний кризис централизации, и кажется, что ближайшие несколько лет для крипторынка будут тяжелыми, но здесь сложно не согласиться с главой Бинанса, мы все еще здесь, крипторынок никуда не уходит, просто он, очевидно, переживает очередную фазу трансформации. Друзья, движемся дальше, и теперь поговорим про дивиденды нефтяников, как я и обещала. Ну что, у нас сегодня Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года. 20,39 рубля на акцию компания планирует заплатить, промежуточная дивидоходность 5,7%, окончательное решение примут 23 декабря, последний день покупки под дивиденды 10 января. Но рынок, в общем-то, немножко разочарован, потому что надеялись на более щедрые выплаты, и на этом фоне акции оказались под некоторым давлением. И тут еще такие ожидания работают негативные, что итоговые дивиденды, которые компания должна выплатить уже летом 2023 года, тоже могут быть ниже из-за укрепления курса рубля во втором полугодии 2022 года. Ну, в общем, такая новость вроде как бы и хорошая, но не очень, недостаточно она хороша. Еще мы ждем решения о промежуточных дивидендах от Газпромнефти. Вот наши аналитики в плюс как раз недавно компанию оценивали и считают, что дивиденды будут, потому что в этом в первую очередь заинтересована материнская компания Газпром. Ну, в общем, тоже ждем здесь каких-то новостей от компании. Так, ну и еще у нас сегодня была довольно любопытная новость от Китфинанса о том, что компания приступает к подготовке заявки на лицензию для разморозки замороженных бумаг. Ну и я напомню, что ранее такие заявки начали готовить Тинькофф Инвестиция, БКС, Финам. И делают они это зачем? Чтобы если заявка как бы большая от НРД не будет удовлетворена, возможно, значит, вот маленькие брокеры как-то сумеют здесь проскочить и подтвердить, что у них есть клиенты, которые не попадают под санкции, и, соответственно, их активы должны быть заморожены. Ну, честно говоря, я бы не стала по этому поводу испытывать избыточного оптимизма. Хорошо, что ведется какая-то работа, ждем результатов, но пока заявка от НРД удовлетворена не была, почему мы должны думать, что удовлетворят заявки от единичных брокеров? Достаточно такой спорный, на мой взгляд, вопрос. Ну, не знаю, будем ждать. У меня пока нет абсолютно никакой уверенности, но, с другой стороны, слушайте, то, что хотя бы 10% СПБ биржи смогла разблокировать, уже позитивный сигнал, и, возможно, все-таки какие-то лазейки еще и найдут. Какие конкретно сработают, никто не знает. Кстати, друзья, про активы. У меня тут новость от сервиса Intel Invest, который, как вы знаете, я многие годы использую для своих покупок. Вообще, мне, я хочу сказать, он очень помог в период, когда активы все заморозили, и было очень удобно сопоставлять то, что есть в брокерских приложениях, с тем, что у меня зафиксировано в Intel Invest. И вот 11 ноября ребята презентовали вечную подписку на сервис, то есть помимо всех нынешних плюшек, вы получаете также доступ к будущим обновлениям сервиса навсегда. Специальная цена 7 490 рублей действует до 27 ноября, и один из первых тысяч пользователей, кто приобретет подписку, получит ее бесплатно. То есть ребята просто случайным образом выберут победителя и вернут ему деньги. Так что я оставлю ссылочку тоже в описании к этому видео. Кому интересно, можете воспользоваться нашей ссылкой. Ну и напоследок давайте такой фан-фэкт. Тут вышло исследование, которое рассказывает нам о том, насколько активно россияне подрабатывают. Всего у 22% россиян есть подработка, при этом дистанционные сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще, чем те, кто ходит в офисы. Ну и в общем-то это можно понять. Когда ты работаешь на удаленке, ты можешь иногда сделать вид, что ты работаешь на одной работе, и сделать вид, что ты работаешь на другой работе. В офисе все-таки делать это кажется чуть-чуть сложнее. Также интересная статистика о том, что чем выше доход, тем чаще люди находят силы на дополнительную подработку. Кроме того, вообще данные показывают, что у 40% россиян подработка приносит от 10 до 30% дохода. И это на самом деле много. То есть это говорит, что людям недостаточно их основного заработка для того, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом тут еще вот есть такая любопытная статистика о том, что по сравнению с февралем увеличилось число опрошенных, кому дополнительный заработок приносит большую часть доходов. Ну в общем о чем это говорит? О том, что в целом россияне как-то не очень довольны своим финансовым положением и как-то пытаются его улучшить. Это в общем-то неплохо, так или иначе, потому что а что делать? Надо как-то масло пытаться взбивать. Пишите в комментариях, как у вас обстоят дела с удовлетворенностью вашей зарплаты на основном месте работы, и есть ли у вас необходимость подрабатывать, и почему вы это делаете. Потому что может быть и не все подрабатывают ради только лишь дохода. Может быть кто-то пытается получить там новые навыки или дополнительный опыт. Хотя мне кажется, что все-таки это будет меньший процент. Ну в общем поделитесь в комментариях своим опытом. Я на этом буду потихонечку прощаться. Напоминаю еще раз, что ссылка на вебинар про релокацию в Дубае есть в описании к этому видео. Ссылочка на Intel Invest тоже есть в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите пожалуйста себя, свои деньги и своих близких.